Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдера всего за несколько минут. Сегодня 19 декабря, вторник. История первая. Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России за вторжение в Украину. Основное ограничение коснется алмазной отрасли. Также вводится запрет на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия. Ограничения коснутся некоторых химических веществ, литиевых батарей и термостатов. Россиянам запретят владеть и занимать посты в руководстве организаций, предоставляющих кошельки с криптоактивами. Под ограничительные меры попали пропагандистские телеканалы «Спас» и «Царьград», особая экономическая зона «Алабуга», объединение Туполев, группа Альфа-страхования, Росфинмониторинг, сын Дмитрия Медведева Илья, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Всего в списке 61 человек и 86 юрлиц. История вторая. Написателя Бориса Акунина в России завели уголовное дело. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков про российскую армию. Ранее имя Акунина появилось в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На прошлой неделе российское издательство АСТ прекратило распространение книг Акунина. Его произведения сняли с продажи в ряде торговых сетей. Решение последовало после разговора писателя с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Украины Зеленского и бывшего министра культуры Ткаченко. В частности, в ходе беседы Акунин заявил, что помогает Украине и готов делать это дальше. Борис Акунин покинул Россию в 2014 году после аннексии Крыма. Писатель известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей. В феврале 2022 года он осудил вторжение России в Украину. История третья. Израильские военные обнаружили самый большой тоннель Хамас в секторе Газа. По нему может проехать автомобиль. Вход находится около одного из пограничных переходов между Газой и Израилем. Длина тоннеля 4 километра. В Цахал утверждают, что для строительства перехода потребовались годы и миллионы долларов. Тем временем в Израиле побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Израиль, но не будут диктовать сроки завершения военной кампании. История четвертая. В Финляндии появятся американские военные базы. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Анти Хекканен подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве. Договор позволит американским военным разместить свои базы, вооружение и контингент в 15 районах Финляндии. Вашингтону и Хельсинки станет проще проводить совместные учения. Не нужно будет договариваться о перемещении войск на высоком уровне, как это было до сих пор. Пока неизвестно, сколько американских солдат прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда начнется практическое сотрудничество. На прошлой неделе Владимир Путин пообещал, что у Хельсинки будут проблемы из-за вступления в НАТО. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века, все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономические все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочи на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Финляндия стала членом Альянса в апреле. Страна подала заявку на вступление после полномасштабного российского вторжения в Украину. До этого в Хельсинки не планировали отказываться от нейтрального статуса, который Финляндия сохраняла десятилетиями. История пятая. В Сербии начались протесты сторонников оппозиции. Как сообщают местные СМИ, митингующие перекрыли улицу перед зданием избиркома в Белграде. Ранее в стране прошли досрочные парламентские выборы. Собравшиеся в сербской столице не согласны с победой правящей партии президента Александра Вучича по итогам голосования. Демонстранты обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. По данным местного избиркома, правящая сербская прогрессивная партия набрала около 47%. Оппозиционный блок получает 23% и настаивает на пересчете голосов. Президент Вучич и его партии обещают привезти страну в ЕС. При этом не признают независимость Косово. Белград не собирается вводить санкции против Москвы. Вучич согласился провести досрочные выборы под давлением оппозиции. Поводом стал всплеск насилия весной этого года. Два случая стрельбы в белградской школе и в столичном пригороде. Добавлю, Кремль уже поздравил Вучича с победой на выборах. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд 5».